Всем привет, с вами Сильвис, обещанный видос по сетапам, сразу скажу, мы будем сетапить легендарки, то есть пятерки, потому что сетапить четверки и фиолетки нет смысла, они зачастую не являются мейнтпейсерами, и про ровера я сегодня тоже рассказывать особо не буду, потому что под ровера подойдет любая шелупонь, а если у вас есть монитор, то вы наверняка крутите крючок, и с этих круток получаете четверки и пятерки. Собственно сегодня будем отталкиваться от всех пятерок, которые есть сейчас в игре, и будем рассказывать про их сетапы. Сразу скажу, что в этом гайде есть инлин, который выходит 13 июня, да она пока что не вышла, но в любом случае она будет актуальна, и после инлин я не знаю что выйдет, не видел этого персонажа, не чекал, возможно он этот собственно гайд, эти сетапы может в каком-то месте видоизменить. В основном я сегодня расскажу про то, что используют люди, про то, что можно собрать из того, что есть в игре сейчас, и собственно в любом случае эта инфа она начальная. Плюс к этому про статы распространяться не буду, потому что статы у всех разные, кто-то сейчас ролит, кто-то вообще не на ролил, и в целом я считаю, что на данный момент, вот конкретно на сегодняшний день, да и в принципе я думаю до середины июня, адекватных сетапов по статам не будет ни у кого, только может быть у каких-то лютых донатеров или людей, которые продали мать взамен на статы или выпадение эха. Про пушки говорить тоже смысла не вижу, потому что у 90% игроков это либо крафтовая пушка, либо пушка с БПшника, либо пушка с Гаранта, либо как бы сигнатурка. Сигнатурка сейчас есть одна, в смысле баннерная, ивентовая, это сигнатурка Джуяна, она подходит на Кольчара и подходит на Джуяна. Ее можно переставлять между этими двумя персами, в остальном это либо крафтовые пушки, либо пушки, которые вы выбиваете со стандартного баннера. Тут тоже особо распространяться нет смысла, потому что пока что нет инфы. Сегодня мы говорим конкретно про сетапы и на основе чего эти сетапы сделаны. Как всегда прошу вас подписаться на канал, также появился тикток, ссылочки в описании, теги каналов, лудилочков, в которые можно пообщаться с людьми, дискорд, ну и все собственно соцсеточки. Подписываемся. И перед началом, как всегда, спонсор. Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут, и наконец приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины, только фан. Итак, начнем с кальчары, с моего мейна на данный момент. У кальчары есть два саб-дпса на данный момент. Это Санхуа и Джангсин. Лучший саб-дпс под кальчара это Инлин, которая выйдет 13 июня. Что делает Инлин? Ее аутро идеально дополняет кальчара, потому что во время резонансного освобождения, то есть ульты, урон от базовой атаки кальчара соотносится примерно как 2 к 1. Инлин также обеспечивает усиление резонансного освобождения и усиление электро урона. Санхуа. Санхуа аутро скилл дает 38% в дэмэджа базовой атаки, что в принципе ниже, чем Инлин, однако эффективность генерации энергии концертно у Санхуа выше, то есть она чаще переключается. Можно поставить Джангсин, потому что она дает 38% усиления дэмэджа от резонанс-либерейшн, то есть от ульты. На первый взгляд может показаться, что Джангсин больше подойдет для кальчара, чем Санхуа, однако у Джангсин низкая эффективность генерации концерта Энерджи. И, собственно, приводит это к тому, что вы медленнее запускаете кальчара в хай дэмэдж. Медленнее генерация, медленнее переключения, медленнее циклы. С другой стороны, Джангсин может обеспечить дополнительный щит, что повысит выживаемость кальчара в условиях высоких сложностей. По факту учитывается, что сложность работы на кальчара, она, ну, таки, довольно сложна. Ну, в плане у него сложные комбинации. Он должен стоять и за время ульты очень быстро дпсить, что, в принципе, может дать ему по лицу. Соответственно, если он уклоняется, он уже не может быстро дпсить. И, ну, в общем, Джангсин даст ему возможность на ошибку. Далее идет наша пирололечка Энкор, и под нее тоже выбор небольшой. Лучший саб-дпсер под нее на данный момент это Санхуа. Потому что основной тип Энкоры это базовая атака. А умение аутро Санхуа повышает демэдж базовой атаки, что, по факту, делает ее лучшим партнером для Энкор. Да, к Энкор можно поставить ледяного пацана, кота, который с драконьей головой, но там идет синергирование между ними, переключение, и, на мой взгляд, это не лучшая тема. Вот. И по хилу, конечно же, что к Энкор, что к Кальчаре лучше ставить Верину. Но так как у нас в будущем будет две пачки, а хилов сейчас в дефицит, то можно обойтись и Байзы. Далее. Джуян. Генерал. Под него тоже есть разные вариации. Альта, Санхуа, Мартефи. Но. Основной тип урона Джуяна это урон от тяжелой атаки. Умение Мартефи аутро обеспечивает усиление тяжелой атаки, что, по факту, делает Мартефи лучшим партнером по команде для Джуян. Кроме того, Мартефи еще и дальник, и он координирует атаки за пределами поля, обеспечивая значительную производительность по сравнению с другими саб-дпсерами. Санхуа обеспечивает нормальную атаку дэмэж диппен увеличения, что не очень полезно для Джуяна, однако у нее очень частое переключение, большое восстановление энергии Санхуа, она универсальна для него и может использоваться во многих командах в целом. Плюс, если она высококонствовая, на С6 может увеличить АТК в процентах для всей команды. ААЛТА, что в принципе в многих тирлистах видел, обеспечивает аэродэмэж диппен, неплохая альтернатива Мартефи, но, во-первых, у ААЛТА очень мало энергии, и это влияет на общий урон команды. То есть сам ААЛТА это чисто бафер, он дамажит как, ну как вот в проруби болтающаяся рыбка. Никак, в общем. Вот, собственно, как будто бы и все. Ну, как бы парадоксально не звучало, но это единственные адекватные сборки. То есть Кальчара, про которого я рассказал, к нему в будущем добавится Энлин, и эта сборка считается завершенной. Сборка Энкор, в которую можно будет добавить Линьянга, но это на ранних этапах, и в принципе в будущем не будет использоваться. Сборка Генерала, в которую может входить вторая Лего Джангсин, и, собственно, те, про которых я рассказывал. Сама Джангсин не является основным ДПСером, и билдиться через нее это бред. И, собственно, далее у нас идет легендарка Ровер, по сути, являющаяся основным вашим персонажем Ровер Хавок, билд которого... Ну, про него я могу, конечно, рассказать, но по факту, чтобы сделать билд Ровер Хавока нормальный, нужны высокие консты, что на нем, что на персонажа, которые к нему добавляются. Там Тау Ци, там, получается, Сан Хуа, и там еще может фигурировать Дан Джин. Вот. Поэтому касательно легендарок, тут как бы все. Потому что для остальных персонажей либо нет синергии, либо эта синергия очень сомнительна, скорее, если так можно выразиться. Вот. И мы ждем персонажей дальше, потому что, например, чтобы разгрузить Сан Хуа в билде с Кальчара и добавить ее в саб-дд к какому-то другому персонажу, нам нужно получить Ин Лин, чтобы Кальчара с Ин Лин уже синергировал, и они там вместе делали свои вальтовые дела. Вот. У генерала, допустим, пачка уже плюс-минус создана, а для дальнейших пачек нам нужно ждать персонажей, которые будут выходить. Поэтому в среднем и в ближайшем будущем, как минимум до середины июля, в этих сборках ничего не поменяется. Почему до середины июля? Потому что в 13-го, получается, в середине июня выходит Ин Лин, она будет длиться условные 2 недели, плюс-минус, это уже конец июня, начало июля, и там выходит перс, который, может быть, скорректирует какие-то сборки. Что выходит после Ин Лин, я понятия не имею, но ближайшие сборки, о которых я рассказал, они такие. Разумеется, есть сборки из четверок, типа основной ДД-ровер, какой-нибудь саб-дпсер к нему по типу Сун Хуа, там можно поставить хилочку Байдзы, но, как показывает практика, игра очень щедра на крутке, и у нас очень много персонажей. Я сам забайтился на стриме, 30 круток покрутил, и как бы, что из этого вышло? Правильно, у меня теперь есть и Мортефи, и Тау Ци, и Сун Хуа, и прочие другие персонажи, которых можно ставить. Но, опять же, в силу того, что у нас сейчас вот эта вот штучка, стейдж, не завершен, и последний стейдж 6 требует у нас 6 крестов в резонанс Тавере. Товров Адверсти экспериментальная зона. У меня сейчас пройдено 15 крестов на одной сборке, Карл. Соответственно, для того, чтобы нам понадобилась хотя бы какая-то минимальная нужда в том, чтобы делать вторую, а то и третью сборку, нам нужно, чтобы этот стейдж продвинулся, и чтобы по нему прогрессировать, нужно, чтобы здесь хотя бы 9, 12, 16 крестов было нужно закрыть. В ином случае создавать несколько сборок бессмысленно. Поэтому сейчас на эту тему не парьтесь вообще и делайте одну сборку. Тем более, что даже для одной сборки вам нужно 15 эхо разных с нужными статами. И их еще нужно прокачать. Это не быстро. Поэтому думайте башкой, собирайте сборки. По сборкам эта инфа окончательно и в ближайшее время ничего не поменяется. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все софт-сеточки, которые есть в описании. переходите на стримы. До новых встреч.